ну собственно основной лидера доигровщик тоже очень высокий местам древние нападающие конечно но такая потом выступал еще зените санкт-петербурга несколько сезонов встречах итальянцы выигрывали в этом году в лиге нации применение до джорджа его не снял и до конца матча он дожди у себя матча сбыл из потом потеряли хороший классный прием на первый танк здорово кировал крик он теперь ответил антону бремя старта и сейчас разница в приеме я думаю все цифры посмотрим после партии статистику еще раз блоком закачался от руки ансане мяч перелетает обратно в нападающего дениска просмотром а уже все маленькие прошлую партию снимать мяч настолько высоко у выбора мы видим по крайней мере подачка прорезалась и цельки раз такая стадия и все же два матча прошли под диктовку одной из команд может быть даже уже и крик опередил по набранным очкам а тут классно хотя бы остался мяч на немецкой стороне и скидывается что у него такое то сколько 188 ну да тоже для лидера высокий парень и не удел остался не со своим игроком не на пайпе и мяч и действие связующего на у самих вот разница в количестве потерь на подачу это при том что в бундеслиге один из ведущих до игровщиков здесь против пожалуй больше в роли второго связующего в сборной италии андреа джанни атаки причем такой атаки которая выигрывается вот еще один ой как там подскользнулся сейчас калибра вот итальянцы играют очень легко даже матч с аутсайдером они но они же известные специально просто ну легко очень может быть большой перерыв после второй партии преобразит команды андреа джанни тут конечно же подачи выбором завершается партия это и сам может выигрывать к так немножко смягчает свою силовую подачу надежда морец корр лица к 8 очков лучше бомбардир своей команды собственно как я и бывают итальянцы атакует связующий джаннелли затем ставит блок и своей игровой карьеры не поставил блок его теперь и в атаке отличился кстати деталь как наступать на скамейку даже на свою но соответственно и на кресло как да вот это уже ближе принимал и тут и главе от ни одного заработанного мяча в атаке не было джаннелли еще защищается здорово подросли проценты немецкой атаки но пока все равно это хуй такой любопытный шаг вот уже он и рискует центральный и в это время откуда не возьмем денис калиберда на подаче и с приемом все неплохо и опять блок удалось посмотреть но с того что мы видели мне кажется это уступает но шансов выйти на площадку немного когда так джаннелли играет корринска 5 риск это можно было предположить потому что риск максимальный и и и и